Все очень просто. Расскажу анекдоты за работой бабла. Участники сбрасываются по одной тысяче рублей, по кругу рассказывают анекдоты. После каждого круга выбрасывают самого несмешного. Победитель забирает все. Но, если тебе не хочется уходить из игры, съешь что-то из этих коробок. Там что-то очень противное, но съедобное. Поехали играть. Начинаем следующий круг с Костей. Разговаривают две женщины на детском привозе. Одна такая, говорит, слушайте, расскажи, как ты познакомилась со своим Фимочкой. Она говорит, слушайте, та Фимочка, этот засранец. Она говорит, почему? Ну, я когда с ним познакомилась, работал в аптеке. Он ко мне приходит и заказывает презервативы XXXXXL. И только после свадьбы я узнал, что этот пот заикается. Хороший анекдот, да? Это обидно вообще. На меня он разорвался. Хороший-хороший анекдот. Я когда Жене рассказал, она говорит, ты походу тоже заикаешься. Ну там. Там про другое, да? Там про другое вообще. Киночка, давай. Нет, он ужасный. Но мне кажется, он вас порвет. Ладно, не буду нагнетать атмосферу. Муж с женой лежат в постели после секса. Она говорит, милая, так все было хорошо. Вообще так все замечательно. Этот эксперимент с пальчиком в попу мне так зашел. Только ты, пожалуйста, колечко в следующий раз снимай. Милая, это были часы. Ребята, что ли? Нет, тут хочется животно ржать просто. Я типа приличный человек. Типа не могу представить, да? Беда в том, что могу. Поэтому не смешно. Не-не, хуже, если рассказывать все таки жизненно. Дальше. Дваге такие просыпаются рано утром. И один такой говорит, Сережа? Он говорит, да. Сереж, засунь, пожалуйста, мне пальчик в попу. Тот такой, зачем? Ну засунь. Так засуну. Говорит, ой, там что-то есть. Он говорит, вытаскивай. Вытаскивай, это золотые часы. Ролис говорит, это же золотые часы. Тот такой, happy birthday too. Вот, ладно. Давай, Жень, поехали. Что-то через жопу у нас все пошло. Слушай, ну нет, хорошая тема, кстати. Да, конечно, естественно. Я в продолжении, значит. Только у меня про зверей, значит. А, ну это, конечно. Осел пьяный такой, блин, что за фигня? Почему, говорит, лев, царь зверей? Почему не может быть осел, царь зверей? Ну, потому что он классный. Подходит ко льву такой, лев. Лев, вот почему ты царь зверей? Лев такой, потому что я могу 25 минут тебя трахать и только кончить через 25 минут. Тот такой, серьезно? Ну-ка, давай попробуем. Лев такой, раз, залез на осла, дерет его, дерет такой прям. Раз, 25 минут, хлоп, кончил. Тот такой, вот можешь дольше, будешь с царем. Тот такой осел. Ну, окей, залез на льва. Лев такой смотрит на часы, ага, 15 минут, такой смотрит, 18. Тут, блин, подгребает уже, такой звонит, львица, говорит, львица, слушай, а что ты делаешь, чтобы я кончил? Он такая, ну, я, говорит, тебе беру, говорит, пальчиками, говорит, по яичкам, говорит, коготочками, говорит, по яичкам. Раз, и ты, говорит, кончаешь, вот раз, вот такой по яичкам. Смотрит, 23 минуты, он звонит опять. Слушай, а что ты, говорит, делаешь-то еще? Он такой, ну, я, говорит, тебе ушко, говорит, прям вот коготочками так деру-деру, и все, там у тебя эрогенная зона, и ты сразу скучаешь. Раз, 24 минуты, тот ему раз, 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 ослу, потругал, потругал. Осел, ах, кончил такой, такой отваливается. Лев такой, ну и что, кто теперь царь? Осел такой, блядь, ты не царь, ты бог. А у меня-то, походу, скромные анекдоты, знаете, я готовился на приличные. Не-не, все в рамках, я-то смотрю, все хорошо. Все, давай, Сашенька. Левого сейчас трахнули тоже обидно. Ну, я тоже готовила приличные, но встречаются два одноклассника бывших. Один такой прям спрашивает другого, как у тебя дела? Да ты знаешь, в последнее время ничего как-то пошло. Я решил заняться бизнесом, открыл свой публичный дом. Хочешь, приходи ко мне. Тот, да, интересно, интересно, ну, как бы опыт. Приходит, тот ему, говорит, дает прайс, а там, значит, есть в рот, пожалуйста, столько-то, в жопу, столько-то. Тот говорит, ну, как здорово, а классика есть. Тот говорит, ты знаешь, я недавно открылся, пока один работаю. Все начинающие ипэшни себя понимают. Самозанятые, получается. Поехали, самозанятые. Самозанятые, реально. Самозанятые. Викентий, погнали. Я не буду выбиваться из темы, продолжу. Да только я выбивался из темы. Продолжу. Значит, барин с барыней развлекаются в постели. Рядом стоит слуга Иван, держит свечку. Тот спрашивает, хорошо ли тебе, бариня? Та ему, плохо, плохо мне, барин. Тот, Ванька, а ну-ка встань слева. Опять продолжают развлекаться. Хорошо ли тебе, бариня? Та ему, плохо, барин, мне, плохо. Тот говорит, Ванька, а ну-ка встань справа. Опять развлекаются. Тот опять спрашивает, ну как тебе, бариня, хорошо ли? Та ему, плохо. Тот говорит, а ну-ка, Ванька, давай мне сюда свечку, а сам ложись сюда. А сам встал у изголовья. Проходит время, спрашивает, бариня, ну что, хорошо ли тебе? Ой, хорошо, барин, хорошо. Учись, Ванька, дурак, как свечку держать надо. Знаешь, чем мне больше всего понравилось? Ты когда про барыню рассказывала, ты так глаза закатывала. Ой, хорошо, да. Такая ПФД. Да, память физически шикарная вообще была. Ну что? Я порадовался за Ваньку. Да, да. Спасибо тебе большое. Честно говоря, да. Я не буду вам вплестить. С другой стороны, все, кто запахи чувствует, все это двинули. А вот он нет. А он до него привитый. Я уже год не чувствую запахов. Это абсолютно серьезно. Но привитый. Не, ну у меня есть такие резкие, которые совсем там гвоздика, гвоздика какая-нибудь там или там лимон прям в нос засунули. Погнали. Человек. Да, человек. Чего я еще не жрала? Да, да, да. Там еще коробки. Прикинь, он все съест сегодня. А то я сказал один раз, да? Так можно? Не, не, все три коробки. Все твои. А давайте фаржом над дыркой, кстати. Давайте все коробки скорбить. С условием давайте бабки. Я пошла сожру там этот лимон, что там еще. Тогда это шоу неправильно. Не, имейте совесть, иногда вы летаете, мы не закончим съемку. Погнали. Так весело, так все, что ты. Итак, идет экзамен. Профессор, значит, очень злой, противный профессор, принимает экзамен. Заходит первый студент. Он говорит, так, значит, ситуация следующая. Сейчас задаю вам задачу. Вы едете в купе. В купе стало жарко. Что сделаете? Он говорит, ну, открою окно. Он говорит, так, и так, на сколько градусов тогда понизится температура в купе, если за окном такая-то скорость ветра, такое-то давление, столько-то градусов и так далее. Да не знаю я. Он говорит, ну, все, неудовлетворительно, выгнал его. Следующий заходит, та же история. Он говорит, если вам очень жарко в купе, что сделать? Он говорит, открою окно, задача идет та же. Студенты не знают, как решить. Опять двойка, опять выгнали. Заходит девочка сдавать экзамен. Он задает ей ту же самую задачу. И так вы едете в купе, в купе жарко. Что сделать? Она говорит, сниму плащ. Говорит, ладно, а вам все равно жарко. Сниму кофту. Ну, вам все равно жарко. Ну, сниму блузку. Блин, что там дальше собралась снимать? Юбку сниму. Ага, а если юбку снимать нельзя? Если здесь в купе с тобой еще три грузина едут, они же к тебе приставать будут. Профессор, пусть они меня хоть втроем трахнут, я окно открывать не буду. Ну, находчивая девочка. Отлично. Внимание. Не буду я говорить этот текст. Кого мы выкинем сейчас? И голосование с Константином. Поехали. Я ненавижу быть висталкой. У него иксы, да? Мой самый приличный. Да, 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 да. На фоне остальных. Ну, у него очень хороший анекдот. Иксы, Инна, я твой не помню анекдот. А, пожалуйста, не напоминаю. Азабелла, не отложила. То есть, кто? Кто? Давай, кто этот человек, который бесит тебя давно? Слушай, а никто не бесит. Реально, вот круг был хороший. Прям все хорошо рассказали. Хорошо, хороший, правда, круг. Прям вот, даже не обсирать. А вы говорите, как... Вы, правда, хорошо. Мне прям нравится самому. Ну, давай так. Я против, чтобы трахали львов. Да. Я любил король лев. Второй раз король лев. Симба. Симба, да, да, да. Не, он вроде классный, но... А, XXL, лев. А, б***ь. Барыня из... Окно не буду открывать. Я окно не буду открывать. Прямо я его запомниваю. Прямо я его запомниваю. Извините, король. Мишка, беги. Но если за тебя проголосуют... Если за тебя проголосуют... Пока меня нет, пусть голосуют. Так совпало. Так совпало, поехали. Слушай, у меня брат заикается. Поэтому... Ты понял, как я это делаю? Выбор, да? На самом деле, ну, все мне, конечно, понравилось. Велик соблазн дать карточку Кости и устроить батл. Мне кажется, это будет очень ржачно. Но несправедливо, потому что у Кости хороший анекдот. Собственно говоря, как у всех. Да, гад. Чтобы не топить Заславского, давайте дадим карточку Вике. Она все равно не выбудет. Пока не... Я понял. Да, и не вышвырнет. Не, ну, если честно, про свечку я тоже не очень думала. Вика, Вик, кого выкидывай? Ну, просто ты сначала согласилась пойти со мной, поэтому я... Все, как всегда. Я так, как всегда. Надо было после съемки ей сказать... Подождите, это чья карта? Это Вика. У меня уже одна есть? Так вот она, да. Это уже Саша. Это Саша. Она сейчас голосует сама. Сама Вика. Саша отдала. Я же мне карточку за человеку. Это тебе дали. Это тебе дали. Все, поехали, Вика. XXL, пальчики, лев. Сейчас я себе скажу. ИП. А, ИП. ИП. Самозанятый. Великолепно. И грузины. А грузины. Кто что запомнил? У меня опять между ИП и грузинами. Может быть, даже между львом. Я голосую против ИП. Отличный выбор. Держи-ка. Ну, подруга. Тут тебе надо... Нет, мне не понравились два анекдота. Вот тот еще раз слышал. И каждый раз у меня он не заходит. Хотя все ржут. Не знаю почему. И про свечку вообще очень старый. И не понравился. Вот сюда, наверное, даже больше. Итак, у нас 2-2, да? Точно? А, да? Ты делаешь 2-2. Ну, что-то. Надо было против тебя голосовать. Итак, 2-2. У нас штрафной круг Женя-Вика. Начинаем с Жени. Поехали. Просто интересно. Вы друг друга вообще любите, нет? Как-то общаетесь. Нет, мы анекдоты... Мы же, грубо говоря... А, вы заметили? Посмотрите, у всех анекдоты с телефоном. Ну... Мужчина! Мужчина! Записки гения. Да, записки гения. Записки гения. Да, да. Это там кроме самогонного аппарата-то. Сколько что добавляет? Продолжаем про животных. А вот опять сам поспел. Ну, окей, ладно. Да нет, у меня просто есть несколько анекдотов. И мне всегда про девушек анекдот. Так как меня пытаются выкинуть, я про девушек хочу. Жень, против тебя будет голосовать много девочек. Ничего страшного. Продолжай. Я не боюсь. А, значит, две подружки встречаются. Она говорит, слушай, вчера шла по лесу, так хорошо, птички поют. Говорит, ты кукушка, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Говорит, ты такая... И что ты загадал такая? Ну, я спросила, кукушка, кукушка, сколько у меня любовников будет? Так, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Я ее камнем как дала и убила нафиг, шалаву нашла, сволочь. Смотри-ка, что, блин. Понятно. А можно прям в камеру? Мы против буллинга женщин во всем мире. Надо быть добрее. А при чем тут буллинг женщин? Абьюзер. Абьюзер. А давай, давай. Там вообще про кукушек, там защитник, там злоу защитник. Значит, ну, раз уж батл, так два-два. В общем, наркоман падает с 20 этажа, летит. Люди во дворе, зеваки подбегают к нему. Ну что, ну что, что случилось-то? Тот такой растерянный встает, отряхивается. Да не знаю, я сам только что подошел. Да-да, очень старый. А у нас можно двоих выкидывать? Да, можно двоих. В этот раз, если сейчас будет два-два, то будем выкидывать двоих. И им две коробки. Поехали. Опять я? Голосуй. За кого? За Женю или за Вику? Хороший вопрос. С Викой я дружу, поэтому... Женя. Да. Вот тут я прям... Смешнее. Он все надеется на что-то. Ну, да, Жень, прости. Женя! Саша! Топим Женю. Женю! Вы злые вообще люди. Нет, это позже. Здесь 3-1. Женя, ты вылетаешь, но у тебя есть две коробки. Женя, ты можешь открыть ее, но не есть. Ну, не, давай откроем. Интересно. Мне просто интересно, что ты приготовил. Интересно. Лук. Внимание, друзья. Большая или маленькая коробочка языки. Давай большую. Большую? Да. Открывай. 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 Можете заглянуть туда. Что там? Что, целиком, что ли? Что это? Что там? Ну, что там, лимон? Покажи. Да. Два глотка. Только это полегче, чем часок. Да лимон-то нормальный. В смысле? Вон там алкоголь, обернись. Так нет, надо с кожурой. А есть стекилы? Нет, можешь почистить. Нет, можешь почистить. Можешь интеллигентно. Почистить его. Нет, ну я съем, правда, ладно. Давай ешь. Участника, который вылетает есть. Я не ожидал. Девочка, вот съем он. Вы все откажетесь. Не, ну... Или... Ну давай, 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 раздираем. Он чистый? Лимончик чистый? Конечно. Женя выбрал коробку с лимоном. Давай. Может, прям сюда складывать. Эх, ребята, ну конечно. Жека, ставь половинку. Вечеру закончим. Мы сегодня же не будем похожи. Да давай, лимон. Да давай же ешь. Красавчик. Умница. Все равно это приятнее, чем чеснок. Осталась одна. Почему? Зато какой иммунитет у тебя будет. Витамин С сегодня. Обоняние вернется. Да, да, да. Сейчас вернется. Или окончательно нахер его покинем вообще. Готовы? Ваши бокалы как себя чувствуют? Ребят, мы продолжаем нашу игру и начинаем с Александра и в эту сторону. Блин, я не готова. Ладно, хорошо. Я готова. Поехали. Ладно. На север, на крайний север приезжает блондинка. Ну, все чукчи, конечно, радуются. Один самый смелый подходит и говорит, блондинка, блондинка, дашь мне, я тебе с собой шубку дам. Блондинка говорит, почему бы нет? При блондинках будет сказано. Ну и, так сказать, все получается. Получает шубку, ей все нравится. Она говорит, чукчи, чукчи, а давай еще разок. Давай, давай, говорит чукчи. Получилось еще раз. Чукчи снимает с нее шубку и говорит, чукчи хотель, шубку даваль. Блондинка хотель, чукчи даваль. Нормально. Не смешной, вылетаю. Теперь у тебя все про ИП, знаешь. И здесь предпринимательство. А, ну, я рассказываю. А помните, Женя говорил, давайте выкинем Иру, чтобы она все сожрала. Да. Предлагай ту же схему. Я уже все. Нет, 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 спасибо. Окей. Я просто боюсь рассказывать анекдоты про женщину. Жень, давай рассказывай. Окей, ладно, давайте про девочку. Девочка красивая такая, с маленьким пуделем такая, гуляет в саду, ну, там, в парке. И дяденька сидит такой. Девочка, ты такая красивая, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Она такая, меня зовут Роза. Это почему Роза тебя, вот как тебя так назвали? Ну, говорит, как-то мама сидела беременная. Пошел дождик. Дождик упал на животик. И папа такой, как по лепесткам роз животика? Говорит, капельки спадают. И поэтому меня назвали Роза. Он такой, классно. А собачку как твою зовут? А собачку зовут Хряк. Он такой, почему Хряк? Потому что он свиней. Прости, а как это должно было обидеть женщин? Я наоборот, про это не раз и не стал. Инна. Пуделек, да? Да. Это смешно. Это смешно. Ну, наверное, это будет, не знаю даже. Ну, ладно, вылечу, вылечу. Старый, банальный. Но что-то я не подготовилась, как обычно. Три анекдота у меня готовы, да? Они кончились. И они кончились. Да, я не думала, что вы тут жрать начнете. Честно, я сам не думал, что... Я могу убрать последнюю коробку, если вы хотите. Нет, ну, интересно, что там. Ты что? Ну что, день рождения. День рождения. Вся семья. Сыночек, мама, мама, посмотри. В фотоаппарат сейчас вылетит птичка. Мама такая, сыночек, я тебе хочу открыть страшную тайну. Птичка из фотоаппарата не вылетает. Дед Мороза каждый год переодевается. Папа. Бабайка не бывает в холодильнике. Волчок не вылазит из-под кровати и не кусает тебя за бочок. Баба-яги не существует. Сынок, открой глаза. Заеб... встретил 30-летие. Поехали. Я так и ушел от родителей. А что все умерли? Да нет, он клевый, но он, понимаешь, он жизненный. Он терапевтический. Ты до сих пор веришь в Деда Мороза? Да я от двух глотков еще не отошел. А что бы? У меня теперь вопросов куча дома. К себе? К себе. Давайте так. Короче, представьте ситуацию в семье. Сын растет в семье, и отцу кажется, что он на него не похож. Он черненький, а сын беленький. Отец что-то переживает, думает, не надо что-то сделать, что-то надо сделать. Он берет там щетку, у него там волосы как-то там с подушки что-то собирает, с носков что-то там соскребает. Когда сын спит, он так ложечкой, так у него быстренько там выскребывает. В общем, он собирает генетический материал, идет, сдает. Ну, сын-то это все замечает, щетка пропала, что-то во рту побывала ночью. Простите, не застряйте на этом внимания. Волосы куда-то там что-то деваются. И в один день сын приходит домой, открывает дверь, сидит такой отец. Он говорит, пап, пап, что случилось? Он такой, знаешь что, мальчик? Зови меня дядя Витя. Ну, он тоже жизненный. Ну, так. Блин, я так на него надеялся. Так, что жрать, рассказывать? Мы все, да, такие? А, да, вы все хотите просто пожрать там что-нибудь, память? Мне он так нравился. Честно, я думал, вы не будете. Ну, ладно, поехали. Тут можно любой, да, уже рассказывать. Ну, да, история. Да как вы рассказываете. Сидят на лавке три деда. Одному 70 лет, другому 83-му 90. Самый младший, молоденький, 70-летний говорит, вообще, братки, я так-то здоров. Вот я просыпаюсь в 6 утра, я хорошо кушаю, хорошо сплю. У меня одна проблема, я в 7 утра поссать не могу. Поэтому я хожу к урологу. Вот одна только проблема. Они такие, понятно, 80-летний говорит, слушайте, друзья, так я ведь тоже здоров. Я просыпаюсь в 6 утра, я хорошо кушаю, я хорошо сплю. Я в 7 утра, сука, к слон. Но вот в 8 утра покакать никак не могу, и я хожу к практологу. Говорит, ну, бывает, что теперь. 90-летний дед сидит, говорит, слушайте, так я тоже здоров. Я хорошо сплю, я хорошо ем. Я в 7 утра, сука, конь. Я в 8 утра, сука, сру, как слон. Одна проблема, просыпаюсь в 9. Я так понимаю, надо про говно рассказывать, правильно? Вот эти вот мои семейные истории нахер не всрались, да, никому? Вика, давай. Понятно. Мы так не выбросили никого. Значит, поезд, купе, едут трое. Две девчонки, один мальчик. Ну, как и заводится, как и полагается, выпили, разговорились. И тут от толчка поезда у парня с полки падает чемодан на пол, раскрывается всем содержимым наружу полный чемодан фалоимитаторов. Тот не растерялся, говорит, ну, девчонки, я представитель фирмы, я вот занимаюсь продажей этих фалоимитаторов, предлагаю вам сейчас выбрать себе по одному подарку, пусть это будет презент от нашей фирмы, от компании. Девчонки такие в шоке, смотрят, давай копошиться, искать себе подарок. А одна сидит и говорит, а можно мне вон тот серебряный, большой? Тот говорит, девушка, это мой термос, он не продается. Ну что, поехали, я думаю, что... Давайте, давайте поедем домой. Что-то реально уныло все, да? Поехали, начинали мы с Сашей, Саша. Про блондинку и чук-чук был анекдот, я напоминаю, чтобы мне он швырил. За кого? Ну вы запоминайте, запоминайте, вы что вы совсем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Против кого? Против блондинку и чук-чук. Я могу предложить выкинуть двух человек, если вы согласны. Давайте против Кости. Давайте против меня. Я согласен. Согласен. Костя. Она хорошая история. Слушай, ну правда, да, у Кости какая-то история. А, типа я говночь не поеду. Правильно, ладно. Она еще не была. У тебя есть шанс за девочку Розу. За девочку Розу и хряк, который трахает свиней. Ну это... Мне самое прикольное, что у него в этом круге был самый смешной анекдот. Ну вот так, если разобраться. Да, да. А думали нет? Согласны же? Костя. А я тебе сейчас помог выбор сделать. Все понятно. Костя. Говно анекдот был. Костя. А ну все получается? Нет. Нет. Да, да. Костя. Я? Да, против кого? Да хрен знает. Ну у него реально был самый смешной анекдот, но объективно я хрен знает, против кого хочешь проголосовать, не знаю. Мне остальные никто не понравился вообще. Ну давай против... Все же боятся против тебя голосовать. Давай. Я могу с тобой искать вечером, смотри. Либо Инна, либо Саша. Ну вот Саша, наверное, совсем. Да, дай угадаю, кто вылетает. Вика, ты голосовала? Я против Саши, потому что у меня вообще про чукцию не зашел. Итак, пошли жрать. Ты будешь жрать? А я откуда знаю, что там лежит. Давай посмотрим. Может не будешь? Может просто вылетишь? Пошли посмотрим. Не придавай нашу компашку на троих. Я уже не знаю, что рассказывать. На шесть человек три фрика, правильно? Поехали, друзья мои. Остался один горшочек. Он по-любому мелкий, самый противный. Да нет, на самом деле он средний. Давай. Давай. Там. Угадал про перец, да? Красный. Да кто говно говорил? Что там? Да нет, в принципе это вкусная штука, но у меня руки задракованы. Тихо, не надо ломать. А, извините, это из Икеи надо возвращать, да? Да, короче, ничего страшного, но я ненавижу эту вещь вообще. Ну давай, давай так. В смысле не будешь есть? У меня смешные еще есть анекдоты. О, так это хуже, чем мой чеснок. Еще и красный. Еще и красный. Водичка зато теперь есть. Слушай, красный, классный. Подожди, дружище, это же надо заснять. Это надо все целиком собирать? Ну нет, кожуру верхнюю можешь снять. Спасибо большое. Чтобы не вылететь ему из круга, он должен съесть целиком луковицу, красного лука. Давай, дружище. Новые правила анекдотов. Как вкусный димблез, если человека выгонять, вот есть шанс. Короче, это кто-нибудь смотрел бурать. Соли бы и хлебушка бы сюда. Оно через нос пошло в ригень. Очень актуально в наше время жрать такие витаминчики. Давай, давай. Я и говорю, мы не зря напротив друг друга сидим. Ты так воняешь. Толя, сам виноват? Пиздец. Котик.